Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Адата Южного Табло. Сегодня у нас те же данные. Проект опубликован на Kickstarter с 2009 по 2014 годы. В этот раз мы будем обсуждать группировки, иерархии и сеты. Это набор функциональных возможностей для обогащения данных, для создания пользовательских слоев данных по заданным характеристикам. Всего у нас будет три задания на данном шаге. Первая звучит как, какова средняя сумма финансирования и средняя продолжительность проекта для топ-200 и остальных проектов по USD-Pledged в категории моды. Нам нужно сразу добавить два вычисляемых поля. Первое это будет средняя продолжительность проекта. Будем высчитывать его как разницу до дат, launch и deadline, то есть запуск проекта, и окончание собора денег с помощью функции deaddiv. Будем считать количество дней между двумя этими датами. второе поля, которое называется как средняя сумма на спонсора, которая будет считаться как классическая средняя вся сумма поделить на количество спонсоров. Будем считать как USD-Pledged поделить на общее количество спонсоров для данного проекта. Дальше добавим топ, параметр топ-200, но он будет изменяться с той точки зрения, что можно будет выбрать топ-200, топ-300, топ-500 и так до 2000. Выбираем поле range, минимум, максимум, степсайз. То есть у нас поле будет меняться от 200, параметр может быть задать от 200 до 2000, с шагом 100. Давайте его сразу выведем. Нажимаем правую втонку мыши, show parameter control. Затем нам нужно сделать так, чтобы этот параметр влиял на сами проекты. То есть мы берем минимальную значу, выключенную, это ID проекта, нажимаем create set. Затем нажимаем сразу топ, выбираем поле топ, по полю. И у нас будет топ, ну вот какого-то количества проектов, которые у нас задаются параметром тоже топ. По полю USD-Pledged и его сумме. То есть у нас будет вводиться, в данном случае, топ-200 проектов по полю привлечения в долларах. Мы можем, теперь мы можем строить диаграмму. Давайте возьмем среднюю положительность проекта, положим ее в столбцы. Среднюю сумму для спонсора возьмем сюда. Это у нас будет график рассеяния. Теперь мы можем построить его для каждого проекта в отдельности. Для того, чтобы не было такого количества проектов, мы сразу выберем категорию, которая будет называться fashion. Ответ на который нам нужно давить. Вот, значит, количество значительно уменьшилось. Причем давайте сразу этот фильтр сделаем контекстом. Это достигается тем образом, что мы нажимаем на него. Правой кнопкой мыши выбираем Add to Context. Теперь мы можем добавить входит ли в топ или не входит, по цвету причем. То есть теперь мы видим, что у нас раскрашивается в том случае, если входит, и в том случае, если не входит. То есть, если мы будем менять величину, то будет как можно больше раскрашиваться. После этого... Так, нам теперь нужно ответить, какова средняя величина для данных проектов. Давайте мы это сделаем с помощью дополнительных линий, которые мы построим на графике. Ну, перед этим давайте пройдем на шкалу к нормальному виду. С помощью их логарифмирования мы уже проделываем этот процесс не один раз. Сейчас выбираем поле настройку Edit Texas, выбираем шкалу логарифмическое. Аналогично можно поступить и здесь, но мне кажется, это необязательно. Теперь давайте разделим таким образом, чтобы у нас был топ, в который входит, и топ, в который не входит. То есть, добавим в таком формате. Давайте сразу уменьшим размеры кружков, для того, чтобы было все более читабельно. И сделаем так, чтобы все помешалось на весьма полностью экран. Теперь, следующий этап. Это добавить средние линии, для того, чтобы мы знали их разницу. Мы заходим в вкладку Analytics, Average Line, и внимательно посмотрим, здесь есть несколько функций, и нам нужно в данном случае Paint, чтобы он для каждой из них строил. Выбираем сначала для средней длины проекта, и добавляем еще одну линию, тоже Paint, для средней суммы для спонсора. Теперь просто настраиваем каждую из этих линий. Как видите, он все правильно считает. Как видите, он выводит просто ну, подпись не число, а то, что сейчас есть. Вот, мы выбрали подпись, чтобы она была числом и показывала реальное значение. Аналогично сделаем со второй. Тоже выберем значение Value. Таким образом, для проектов, которые входят в топ, среднее количество дней, за которые собирают средства, но чуть больше 36 дней, при этом средняя сумма на спонсора 147 дней. В то же время те проекты, которые не входят в топ 200, собирают свои деньги за 33 дня, но при этом средняя сумма практически в более чем в два раза ниже. Перейдем к следующему заданию. Которая звучит так. Нам нужно посчитать медианное значение USD-Pledged в 2013 году для проектов, которые регистрированы между 25 декабря и 1 января. Давайте перейдем на новую вкладку. Второе задание предполагает, что нам нужно посчитать медианное значение показателя USD-Pledged в 2013 году для проекта возрасте во время Рождественской недели. Давайте сначала построим диаграмму Ганта. По сумме собраны срезы для каждого проекта. Это сделаем вот в таком формате. затем переносим USD-Pledged в формат строчек, берем диаграмму Ганта и строим это для каждого проекта. Поскольку разброс очень большой, будем использовать логарифмическую скалу. Теперь мы можем добавить рассчитываемое поле для Рождественской недели. Давайте это сделаем. Нам нужно прописать, чтобы день в декабре был 25, а в январе только первый. если... если... больше или про на 25... и... в общем, на самом деле здесь даже не обязательно их. лаунжд... ровно на 12. Аналогично делаем. просто копираем. И меняем значение. То, что день уже мы играем первому. И... аналогично с месяцем. мы сделали показатель Christmas Week. Ну, а с вами можем сделать это по цветам. И... как видим, что проектов во время этой недели было не так уж и много. поэтому мы можем помимо цвета добавить Christmas Week фильтра. Теперь видим какой-то результат. Затем... можно добавить медиану для расчета юзда плачетов. Давайте так и сделаем. Заходим во вкладку Analytics собираем медиан. И... для... каждой клетки будем строить. Видите, она построилась. здесь получились небольшие рукава с изменением. Из-за того, что... считается еще для каждой недели. 95% интервал. Давайте его не будем использовать. будем считать только value. И сделаем там поярче. Пусть будет более черное. В таком формате. Вот у нас получилось, что медиана бездельное назначение привлечения средств в 2013 году на рождественскую неделю составляет 1016 долларов. Теперь можем ответить на последний вопрос. И с какой стороны в категории танцы были только успешные проекты. Давайте начнем с добавления различных элементов на визуализацию. Добавим в страну столбцы. Сделаем иерархию из основной категории и категории. Как мы это делаем? Просто добавляем категорию в main категорию и у нас есть новая иерархия. давайте так и оставим сюда и дальше пользоваться как необходимо. теперь мы можем добавить для каждого ID посмотреть необходимые результаты в формате в формате кружков. ток ток и с а ток и с рак Также мы можем исключить, также теперь можем посмотреть успешные и неуспешные проекты. Давайте из поля State мы сделаем группу, правая кнопка мыши, Create, Group. Добавляем группу, называем ее Success, для того, чтобы добавить группу, нужно сначала выделить элементы, которые мы хотим добавить. Давайте мы добавим все вот эти элементы. Нужно выделить несколько элементов, нажимаем группу, теперь у нас есть дополнительный элемент. Называем его провал. И теперь добавляем еще один новый блок, который будет до проекта с пометкой Successful. Теперь мы можем раскрасить все, что у нас есть в таком формате. То есть очевидно, что, например, в Великобритании и США практически нет успешных проектов, поэтому давайте их исключим через поле Кантер, в котором добавим фильтры. В Великобритании и США. Давайте также расширим полностью, чтобы этим можно было пользоваться. Давайте немножко поменяем нашу группу. Я раз посмотрю, как это делается. Мы нажимаем кнопку Edit Group и из поля фейла выбираем Live и приносим его в Success. Ситуация немножко изменилась. И если мы посмотрим по каждой стране, то мы увидим в Мексике, что две из двух групп выделены желтым и они относятся к успешным проектам. По этой причине ответом на данный вопрос будет являться страна Мексика. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...